МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Найбольшая колькость претендентов зарегистрована в Центральной выборчей окрузе города Гомеля – 7 человек на место. Найменьшая – в Будакашалевском районе. Два претендента на один мандат. В период до 11-го жнивня округовые комиссии будут проводить проверку правильности подаденных документов, после чего кандидаты отримают ответные посвящения. По даденных областной комиссии 13 кандидатов представляют сферы промысловости, транспорту и будовництва. 11 працуют у сферы науки, культуры, тяхов и здоровья. 6 человек лечатся беспрацованными, 10 – пенсионеры. 51 вылучшенный претендент является членом политичных партий. Из 81 претендента 51 представляет 9 политических партий. Наиболее крупные – это 15 представителей либерально-демократической партии, 12 представителей объединенной гражданской партии, 11 представляет белорусскую партию левых «Справедливый мир». 7 из 81 претендента, подавших документы, являются действующими депутатами Палаты представителей. В числе подавших документы 15 женщин. За первое по угодам 2016 года у выканавчая и распорядчая органы Гомеля поступило около 3000 зворотов. Это на 3,4% меньше, чем за аналогичный период минулого года. Такие лишь бы огучились сегодня на посаджении гомельского гарвы «Канкама». Какие проблемы хвалят горожан, высветлял Дмитрий Котау. Сирот зворотов у администрации областного центра Игарвы «Канкам» перевожают темы жильево-коммунальной господарки. Подобных скаргов у агульным объеме «Амаль-Палова». Дареши, колькость отповедных зворотов в поравнании с аналогичным периодом минулого года повеличилась на 22%. Шастие горожане стали звертаться до уладов так само с пытаниями просолодкования и выплаты за работные платы. Удвоя узросла колькость зворотов, связанных с работой громадского транспорта, в первую очередь причина их заявления – недостатковое развитие транспортной инфраструктуры в районах индивидуальной жильевой забудовы, романовичей и новое життя. Особливая увага – приватизации. Як вядомо, с 1 липеня все неприватизованное жилье перейшло в разрад коммерцина. И тому в червени резко узросла колькость зворотов по этой теме во все выканавшие и распорадшие органы Гомеля. Прежде всего люди поднимали вопросы об изменении назначений общежитий, то есть перевод, снятие с общежития статуса общежития и переводы их в многоквартирные жилые дома для последующей приватизации. А также несогласие людей с оценочной стоимостью квартир. С оценочной стоимостью квартир люди не согласны с высокой стоимостью, но оценка, как показывает практика, то службы жилищно-коммунального хозяйства и специальное управление, которое занимается оценочной деятельностью, здесь ошибок не допускают. Тым шасом по многих значных накерунках назирается останочная динамика. На 44% и скоротилась околькость зворотов по жилевым будовництве и на 32% по землекористании и организации гандлю. Мельч скарга устала поступать по таких темах, як адукация, предпринимательская деянасть и ахова новокольного асеродзя. Мы сделали акцент большой на проведении встреч с гомельчанами в рамках единых дней ЖИО, по месту жительства. Кроме того, Гомельским горосполкомом организовано издание справочника телефонов первой необходимости. 32 тысячи экземпляров будут распространены среди одинокопроживающих, пожилых граждан. Мы уверены, что это поможет тоже донести свою проблему по адресу. У гомельским горосполкомом протягнуть и далее восконаливать работу со зворотами граждан. У другим по угодью акцент плануется зарабить на снижении проблемных пытаний, связанных с ЖКГ, жилевым будовництвом и ремонтом дорог. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У гомельской областной клиничной больницы сегодня провели тшатыры складанные операции пациентам с проблемами слыху. Новая для нашего региона технология дозволяя уживлять человеку штучная средняя вуха. Дякуючу этому, люди, які имели диагноз туха вухасть, смогут почуть свет по-новому. Настасия Кучинская протягнет тему. Нам далі пахчымась по присутніше на самой операции. Зараз, дзей якраз уживление того самого импланта, это довольно складанный процесс, и в уголе такие операции лишатся высокотехнологичными. Першую гомельской області трансплантацію сярыдня гавуха проводзіць намеснік директора Республіканскага навыково-практичнага центра отарына ларынгології Мікалай Грэбінь. У Мінску гэтай операцій пошалі робіць шэсь гаду таму. Зараз вопыт распаусюджуюць на регіоны. Першым областным центром встау «Гомель». Такі операції призначаны пацієнтам, які амальне чуюць. При гэтам слыхавы апарат ім не падыходзіць. Чоловіку ўжувають штучны імплант цярыднього вуха. Йонгінирує вагань і падобні на вібрації, які перадаюця празбарабанну і перапонку. Таким чынам вуха починає чуць як здоровая. Так называемые активные імпланты, которые состоят из двух частей. Одна часть імплантирується под кожу, сам імплант, і річевой процесор, который настраювався через місяць після операції при помощі комп'ютерной программы. І ці пацієнты будуть отлично слэшать, будуть соціально реабіліціровані. Сами імпланты доволі дорогі. При гэтам для пацієнта ў нашай країні такі операції повністю безплатні. Імпланты набываюць за дзержавный кошт. Хірургічне умяшальництво займае не шмат шансу. Празнікалькі гадзін пацієнта пераводзять у палату. Баліла уха, в тому слух пасирал. С детства було. Одна только вставили, а со временем все хороше. Освоєння нового віду операції – це черговая проступка професійного росту для гомельських медиків. Литерально у Соковіку гэтага года у обласної клінічній бальніці освоїли высокотехнологічну трансплантажу тітановых імплантів пацієнтам з діякнозом хронічних гномий сярый дні атып. На сьогоднішній дінь проведено каля 20 такіх операцій. Усе паспяхові. Операции, які ми виконяємо сьогодні при помощі замістителя директора отеріно-лірінгології – це операции більш унікальні, операции більш высокого уровня і операции, які показані пацієнтам з більш выраженій степенью туговістью. Таких пацієнтів в нашому регіоні не так багато, але їх сьогодні ми відбираємо, відділяємо. І в будущем, в зависі від того, як багато пацієнтів буде отобрано і нуждацься в данному віде операции, ми будем рішаць вапрос о дальнішім оказанні специалізіранній пацієнтам. Пакуль для проведення операции по трансплантации середнього вуха будуть відбираць молодих працездольних людей. Калі вопіт гомельських медиків буде стану чим, можчимось отримати необхідне лячыння, з'явіться у кожного, хто має у гэтым патребу. Настасья Кучинська і Михаїл Рабко, у телерадуя компанія «Гомель». До інших тем. Проведення акції «Моєй країні», вратавання культурных каштоўнастів і падрыхтовка до Дня Беларускага пісьменства. Сьогодні у Гомелі прайшла пресс-конференція начальника Головного управління ідеологічной работы культуры і па справах молоді гомельськага Аблуканкама Ірыны Даугала. Чим адметны год культуры у регіоні? Давідаўся Олексій Ціроў. Бадай Головная падія Года культуры на Гомельщине, проведення Дня Беларускага пісьменства, кульмінація гэтага свята адбудзіцца 4-го вірзня ў Рогачові, але пресвеченне Дня Беларускага пачаліся іще ў пачатку года. Зараз горад акцівно рыхтуецца даст ўстрічі гастей, а организаторы завершаюць ўдокладнення программы, кажуть, што ўна будзі насыченна і разнастайна для ўсіх. Правда, ўлюбым выпадку, лапш за ўсё гэта ўбажаць на ўласныя вочы. Город наряжається, і вот этот большой, огромний просто объём работы, который проходит там, это подъездные пути к городу, это расширення улиц, это ремонт домов, это фасады, это красивые вывески. Хоч проявити себе можна не тільки в Рогачові, і не тільки людзі, які маються дочинення до літературі. Моёй країні, моє добрая справа, маёй країні, моя повага, і маёй країні, мой поспіх. Гэта три основные накерунки, па якіх ў гэта дні на Гомичні вызначаюць самых іниціативных і креативных. Акція «Маёй країні» была обечэна някакі місців тому па іниціативі Головного управління ідеологічной работы, культуры і па справах молодзі Гомицкого Аблова Конкама. Ёе ўденіка можна стаць кожна джаха регіона. Калі перефразіруаць адзін, я думаю, выраст, то можна сказаць, што асновны слоган акції «Добрымі справамі праславіцца можна». Зараз до акцій «Добрых справ» долучайся ўже баше 700 чалавек. Організаторы запрашаюць не утойваць добрые учінкі і павідамляць абіх ў спецайна створной групі «Уконтакці». Гэта павінна наткніць іншых жахароў Біларусі на корисна справы, ў пынні на Гомичані. Уже сейчас есть ініціатива общественних объєдинений, і ми вже розміщаємо вот таку інформацію о том, що відкривається спеціальний счет, і на цей счет те средства, які будуть зачислені, ми предлагаємо, щоб ці средства були направлені на оборудовання детських площадок на дворовых територіях. Не застаніся па заувагай угод культуры і об'єкты, які адносіцца до гістурако-культурной спадчіны, серот самых масштабних і незвычайних проєкт супрацівніка ў Гомицкага палацава парку вага ансамбле. У центры уваги палац сядзеба початку 19-го стагодзі ў вёзці Хальч Ветковськага районам. Повная реконструкція гэтага унікальнага для Біларусі об'єкта перший уїзд запланований на 13-е жіння. Це роботи санітарного характера, ісследователіські по локалізації фундаментів і утраченних частей здання. Це флигели, лістниці к рікі, там фонтан ще знаходиться на територію сядзбі. Тобі такі роботи ми будемо проводити в августі-сентябрі. Вони согласовані з Міністерством культуры Республіки Білорусі і одобрені. Олег Сентюров, Валерій Капанько, телерадою компанії «Гомель». На Гомельщині побывалі школьнікі із японськай префіктуры Фукусіма, які зараз знаходяться на оздоровлений у Білорусі. У нашім регіоні на протягу трох дзен гості наведалі шерох соціяльних і культурных аб'єктаў Хойницькага, Веткавськага і Жлобінськага районав атак сама Гомеля. Наприклад, сьогодні у Гомельськім обласным лице японськія падлеткі сустреліся з ліквідаторами наступства у катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Вероніка Ворошыліна, Володая, падрабязнастями. Увага замежніх гості, прайкованная да вопуту роботу і папераадолінь наступства у катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Размова об дезыктываціі тэрэтура і роботі сістымы радіаційного контролю ахоўных мероприємств, накераванных на вытворчысь продукта у харчавання. Родные містіна гэтых японських дятей патерпіля ад наступства у катастрофы на АЭС Фукусіма-1, як некалі і наші земля Чарнобыля. Украіні у заходящего сонца сутыкнулися с тэми ж проблемами, які у Беларусі варашаліся тры, а пошні десяти годі. Сирот наибольш актуальних, як вернусь місцовы жахаро, які покинули своя дамы пасля авары, як навышить тэх, хто застаўся жыць у новых умовах. К сажаліню, в Фукусіме іще остаётся вот эта радиофобія, страх перед аварией, перед последствами этой аварії. Поэтому для детей очень важно посмотреть, как проживаюць дэти, как проживаюць взрослый, каким образом наше государство преодолевает последствия катастрофы на Щенобольской атомной станции, каким образом у нас проводится работа среди населения, как наши дети оздоравливаются и как проживаюць наше население на этих территориях с поддержкой государства, с поддержкой нашего президента, нашего правительства, потому что у нас действительно очень огромный опыт работы за 30 лет. После катастрофы на Шернобыльской АЭС Япония постоянно допомагала нашей країні и Гомельской в области у приватности. Специалисты оказывали медико-технічную подтримку у реабилитации потерпелых от радиации районов. Тогда никто и не думал, что коли-нибудь Японии придется свернуться за допомогой у вращения подобных проблем до нас. Зараз у Японии выкористовываются белорусские вымиральные приборы для возношения радиоактивного фону, а дети с потерпелых регионов проходят оздоровление у нашей країни. Мы побывали в Хойникском районе на загрязненной территории и все, что я там увидел, как измеряют уровень радиации в продуктах и все, чему нас там научили, я обязательно хочу рассказать, когда вернусь в Виконию своим друзьям, своим родственникам. Гости отзнашили, у Беларуси саправды шмат зроблено для развития шарнобыльских регионов и гэты вопыт обовязково спотребиться японскому народу. До того ж, разом справляться с наступствами трагедии значно простей. За три минула и десяти годи Беларусь переканалась на особистым в опыте, что только комплексная суместная работа державных уладов, новуковцев и насильництва круг за кроком дозволила нам переодолить так званую радиофобию и организовать беспечное проживание людей у потерпелых от Шарнобыльской авары районах. Очень важно, что они побывали в пострадавшем районе, видят, как люди живут спокойно, так и мирно. И они видят, как дети играют с большей улыбкой. Мы поняли, что дети поняли, что все идут вперед, несмотря на такую трагедию. Я думаю, что в этой поездке у детей появилась уверенность в том, что можно восстановить свою рознь. Вероника Варашилина, Михаил Рабко, телерадоя компания «Гомель». Это, а так само и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете. По адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы с учим с разведцем подей на Гомельщине. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова